Представители ОБСЕ обеспокоены участившимися случаями торговли людьми в нашей области. В этом году правоохранители зафиксировали 14 фактов продажи в рабство женщин, мужчин и, что самое страшное, детей. Некоторых жертв эксплуатировали не только на территории Украины, но и вывозили за ее пределы. Нестабильная экономическая ситуация в стране, наплыв беженцев и посттравматический синдром у некоторых участников боевых действий могут повлечь за собой и другие преступления, считают европейские эксперты. Травматический синдром, с которым не могут справиться некоторые из участников антитеррористических боевых действий и жертвами этого домашнего насилия, в первую очередь становятся женщины и дети. Дать объективную оценку происходящему и помочь предотвратить возможные трагедии. С этой целью специалисты ОБСЕ уже посещали Днепропетровск полгода назад. Именно тогда добротная почва для преступных группировок начала приносить первые плоды. Люди, занимающиеся данной деятельностью, они, безусловно, психологи. Они используют тяжелое социальное положение будущей жертвы. К сожалению, некоторые жители нашего региона не смогли или не захотели воспользоваться информацией, которую распространяли как правительственные, так и общественные организации в рамках действующей программы гендерной и семейной политики. Как результат, правоохранительные органы продолжают регистрировать новые и новые факты рабства. Первый заместитель главы Днепропетровской обл. администрации Олег Кужман отметил, фактическое количество переселенцев с Восточной Украины составляет около 140 тысяч. Как это ни печально, но сегодня именно они находятся в основной группе риска. Эти люди оставили свои дома, эти люди оставили свои жилища. Разное настроение у этих людей, разная направленность, я не говорю о политической, но понимание определенной настороженности у нас, конечно, есть. Представители европейской делегации заявили о намерениях и в дальнейшем оказывать помощь в решении этой проблемы. Особое внимание планируют уделить переселенцам и демобилизованным бойцам. Кроме тренингов и обширной разъяснительной работы, экспертами запланирована подготовка как можно большего количества специалистов в сфере борьбы с торговцами-людьми. Мы рады любой помощи, которая будет с вашей стороны. Мы готовы принимать соответствующие программы и на 2016 год, и заложить определенный ресурс денежный. В целом, наблюдатели ОБСЕ отмечают увеличение жертв таких преступлений по всей Европе. Они связывают это с огромным количеством беженцев из стран, где происходят военные действия.